В этом видео я хочу вам показать мощный компонент по настройке контактной информации на вашем сайте. Данный компонент взаимодействует со стандартным компонентом com.contact самой Joomla, серьезно расширяя возможности контактов Joomla. Можно вывести контакты как на странице Joomla, так и использовать модуль. И также вместе с компонентом устанавливается ряд полезных плагинов. Компонент полностью переведен на русский язык, гибко все настраивается. И давайте в этом обзоре посмотрим гибкость данного компонента. Меня зовут Федор Васильев и давайте ближе к обзору. Итак, данный компонент я установил к себе на демо сайт Joomla. Использовал страницу контактов и использовал это в модуле. Вы это можете видеть здесь. Что здесь мне понравилось сделать? То, что по вкладкам здесь также можно разбить стандартную форму отправки сообщения с данного сайта. Причем здесь можно сделать и автоответчик, и автоматические перенаправления после отправки письма. Самое интересное это вот это оформление, что здесь можно повесить социальные кнопки, которые можно разместить в разных положениях, в разном месте. Вы это видите, что здесь есть анимация. Конечно же нету популярных русских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассников. Этим грешат практически все зарубежные расширения. Но вы сможете вывести вот здесь вот ссылки, если нужно, ВКонтакте или там где-нибудь еще. Соответственно, все цвета, вы видите, настраиваются, иконки, размеры, свое изображение. Да, сзади можно залить цветом или же загрузить картинку. Давайте посмотрим на сайт разработчика. Ссылку на это расширение я оставлю в описании под этим видео. Сейчас мы находимся на сайте разработчика. Здесь вы можете перейти, прочитать, ознакомиться более подробно, что здесь имеется, какие возможности. Сразу мы можем видеть перевод на большое количество языков. Расширение достаточно крупное, там много настроек. Также здесь примечательно, что есть всевозможные заготовленные дизайнерские виды вот этих вот карточек, контактов. То есть, да, вот сейчас вы можете видеть там различного размера, там вытянутые, горизонтальные, вертикальные, такого плана. И, соответственно же, это расширение не бесплатное. Давайте посмотрим в админку. Сейчас мы быстренько пробежимся. Хочу показать гибкость расположения элементов, да, то есть как здесь можно быстро сделать там то или иное действие. То, что мне больше всего сейчас нравится, я хочу в этом видео вам показать. То есть, в админке, смотрите, после установки компонента, компонент будет находиться у вас вот здесь вот. Сразу видно, что здесь все на русском уже. Сейчас сюда пройдем, посмотрим настройки. Главная страница компонента. Ниже вы видите сопутствующие вместе установочные плагины, которые вместе ставятся, да, в составе компонента. Они практически все полезные. Возможно, в будущих уроках рассмотрим более детально. Соответственно, здесь есть общие настройки. Самое главное, как я уже говорил, все на русском языке. Компонент достаточно большой. То есть, вы можете видеть, что здесь вот много вкладок всевозможных настроек. Также в следующих уроках, возможно, мы пройдемся более детально. Соответственно, можно настроить как общие настройки для разных контактов, потому что может быть несколько администраторов на сайте. Также можно настроить разные отображения для отдельных контактов. Конечно, изначально, что вы должны сделать? Вы должны зайти в компоненты и в контакты. То есть, родной компонент контактов обязательно. То есть, этот компонент, он привязывается к родным контактам. Вы должны зайти в контакты, создать хотя бы один контакт и заполнить здесь необходимые данные. То есть, вот вы видите, как это сделал я. Сначала сделать нужно это в первую очередь. После, в зависимости от того, что вы хотите, вывести в модуле, как вот здесь вот в колонке, да, или вывести страницу. То есть, вот страница меню, контакты, и здесь я вижу вот отображение контактов, такая карточка, да. Например, хотим сделать страницу, то вы просто переходите меню, майн меню, переходите создать, выбрать, и здесь есть свой пункт меню данных контактов. И здесь на русском подсказке написано, как это можно вывести. Там один контакт, несколько контактов, список, сетка и так далее. Соответственно, этот контакт в отдельности вы можете редактировать, как это сделал я. То есть, я создал контакт, выбрал контакт, и здесь вот сразу дополнительный, вы видите, параметр, да, там макет и так далее. И давайте вкратце я покажу, например, расположение вот социальных кнопок. Как, например, быстро можно поменять им положение. Например, я не хочу, чтобы они здесь были слева. Перехожу на вкладку «Контактная информация», прокручиваю до места положения ссылок, и здесь у меня сейчас по левому краю. Например, я хочу сделать под изображением. Просто выбираю, нажимаю «Сохранить», иду на сайт, обновляю страницу, и вы видите, что социальные кнопки у меня помещаются под изображением. И есть другие расположения. Интересно было видеть настройки для самого изображения, то есть, вот моего аватарки. Здесь уже вы можете видеть, это не Photoshop, это эффект, наложенный прямо здесь. На вкладке «Изображение контакта», здесь внизу, обработка изображения в положении «Да», и вы видите сразу миниатюры. То есть, как можно здесь интересно наложить эффект сразу на изображение. То есть, по умолчанию это без эффекта, и, например, сделаем вот черно-белое. Просто снимаю выделение с того эффекта, который у меня был, и выделяю тот, который мне нужен. Нажимаю «Сохранить», иду на сайт, обновляюсь, и вы видите, изображение стало черно-белым. Соответственно, управление вот этими вкладками, сделать так, чтобы это была, вот эта форма на одной странице вместе с карточкой, это все тоже возможно. Теперь задний фон, заливка или картинка. Соответственно, изначально изображение у вас будет меньше, то есть, вот я выставил 300 на 300, сейчас вам просто продемонстрирую. Если я размер изображения уберу и сохранюсь, пойду на сайт, обновлюсь, то вы видите изображение изначально, оно у меня более мелкого размера. Возможно, так вам будет даже интересней. Как залить цветом? Соответственно, цвет фона «Залить» — это шаблонизатор, здесь это так переведено. Чуть ниже цвет фона, то есть, у меня залита картинка, это вот она выше, вы можете ее просмотреть. По крестику удаляем, чтобы выбрать цвет, нужно кликнуть по умолчанию по кнопке и кликнуть вот в эту область. Например, я возьму желтоватый цвет. Соответственно, сохраняюсь. На сайте обновляюсь, и вы видите, сзади заливка у нас идет цветом, а не картинкой. Причем даже можно сделать градиент ниже цвет 2. Я выбираю какой-нибудь оранжевый. Сохраняюсь. Идем на сайт, обновляемся. И вы можете видеть градиент, переход цвета от оранжевого к желтому. Это был краткий обзор, только чтобы познакомить вас с данным компонентом. И здесь еще много-много других настроек. Надеюсь, обзор для вас был интересен и полезен. На этом здесь все. И до новых видео, друзья!